Здравствуйте, дорогие друзья! Однажды знаменитый американский писатель Чарльз Буковский сказал «Все женщины разные. В основном они кажутся сочетанием лучшего и худшего, и волшебного, и ужасного. Я, впрочем, рад, что они существуют». Сегодня мы говорим о женщине, о ее природе, о ее лучших, как сказал Буковский, и худших сторонах. С точки зрения архетипов у нас появилось новое слово. И что такое архетип, нам расскажут наши сегодняшние гости. Гости, кстати, сказать, из республики Казахстан, из города Павлодар. И я с удовольствием вам представляю гештальтерапевт, мастер НЛП, гипно- и логотерапевт Наталья Соколова. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я рада, что вы из таких далеких, как это сказать, весей добрались до нашего города. И имеете возможность не только прийти сюда сегодня, чему я очень рада, но и посмотреть наш город. Думаю, есть какое-то впечатление уже, да? Ой, потрясающе, потрясающе. Я первый раз нахожусь в городе Казань. Очень много наслышано о нем. И мой восторг просто не передать словами. Это невероятно. Прямо каждая клеточка тела чувствует вот эту энергетику вашего города прекрасного. Спасибо за такую вообще возможность. И благодарю за приглашение. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Итак, Наталья, вот я не раз замечала, и вы, наверное, тоже, да, как специалист тем более, что очень часто мы используем, говоря про женщин, какие-то прям вот метафорические фразы, да, или эпитеты там. Эта женщина прям такая замечательная хозяйка, или она ведет себя как королева, или, а вот она просто прирожденная мать. Наверное, это не просто так, а как-то вот связано с нашей сегодняшней темой. Да, очень связано напрямую. Так как, ну, давайте начнем сначала, да, что у каждого человека, не будем выделять пока сейчас женщину, а вообще человек, у него есть две части. Одна темная, другая светлая. Ну, это так, если на понятном языке. А если сказать на научном, на психологическом, то это наша теневая, и это наша светлая сторона. Так вот, чаще всего человек, он все-таки любит, любит и принимает свою светлую сторону. Ну, это же приятнее как-то, вот это наша социальная такая роль, маска, которую мы несем, мы такие удобные, хорошие, показываем про себя что-то такое, несем миру какую-то положительную свою. Да, позитивное мышление туда очень хорошо укладывается. Позитивное, да, послушные такие, гибкие и где-то уступчивые. Ну, потому что социум так нас, чтобы принимал. Но, но, при всем при этом у нас есть и другая часть, и она тоже имеет полное право на существование. Но она часто отвергается, и это вот как раз теневая сторона. И она бессознательная, потому что, ну, хорошим себя осознавать приятно, а вот нехорошим себя осознавать, ну, никто не хочет. Ну, вот вы, Наталья, хотите принимать свою теневую? Я немножко в другой категории нахожусь, но я знаю точно, что мне, когда я начала этим заниматься, мне было это непросто. Признавать в себе какие-то качества, которые я со своей светлой стороны привыкла считать негативными, обнаруживать их в себе и принимать их в себе. Это было непросто. Вот, да, когда мы привыкаем вот как-то играть одну роль, да, такую более положительного героя, то мы потом не можем принять свою вторую роль отрицательного героя, который в нас есть. Но отрицание сознательно этой части, ну, никуда ее не девает. Она все равно остается в нас, и поэтому ее самое лучшее, что может сделать человек, это легализовать ее и принять эту часть. Конечно, идет такое сопротивление, непринятие, но, тем не менее, это нужно сделать. Для чего? Для того, чтобы стать целостным, чтобы стать целостной личностью, потому что если мы принимаем только одно и не принимаем другое, то человек не может быть целостным. А, соответственно, он всегда будет в таком разбалансе, у него всегда будет, ну, колебания в выборе. Весы, весы все время в одну сторону, когда скручены, да, асимметрия развивается. Совершенно верно. И поэтому, ну, если мы говорим про гармоничную, взрослую, целостную личность, то вот именно принятие этих двух сторон и дает вот этот вот эффект как раз вот принятия всего в себе. Потому что вот вы хорошо сказали, так что то, что светлое, оно светлое, да, как-то вот моя светлая натура не могла принять темное. А на самом деле ведь это не то, что темное, вот в каком-то случае это не очень принимается, да, как бы мешает жить и не дает нам двигаться вперед. А в другом случае вот это качество, оно как раз очень-очень необходимо. Поэтому у психологов есть такое понятие безоценочное мышление. Это не хорошо и не плохо. Темное, светлое — это одинаковое имеющее место быть части. Поэтому если мы не будем давать оценок этому феномену, скажем так, да, то, соответственно, мы будем принимать это как должное. То есть, посмотрите, у меня сразу как бы вопрос, да. Вот сейчас очень модно, и не то, что модно, даже не то, что модно, люди внедряют и всячески стараются придерживаться вот этого позитивного мышления и позитивного образа жизни, позитивного образа мыслей. И когда я сталкиваюсь с такими людьми, допустим, в жизни, у меня сразу возникает вопрос, а куда вы деваете ту агрессию, которая у вас возникает при столкновении с определенными там какими-то ситуациями? Ведь если мы вспомним физиологию, то сначала у нас рождается гормональная реакция на ту или иную ситуацию благодаря лимбическому мозгу, а только потом мы ее как бы укутываем наокортексом в нашу как бы осознанную реакцию. Вот они куда это девают? Вот как они это в себе решают этот вопрос самим собой? Ну вот, вот именно, там очень много, где идет непринятие, там очень много задерживается энергии, а энергия это то, что разрушает. Ну потому что непрожитые чувства, это всегда про то, что застревание идет. Уже доказано научно, что любое непрожитое чувство человеком, оно застревает в нашем телесном, на телесном уровне. И, соответственно, психосоматика – это последствия непрожитого и непринятого что-то в себе. Если мы говорим об экологичном выражении чувств, то это можно пойти в спорт куда-то, например, трудоголизм какой-то, трудоголик, человек, который идет в труд, прям вот не просто работает, а вот прям как-то усиленно работает. Вот именно трудоголизм это слово. Вот, потом за закрытыми дверями очень много происходит неприятных вещей, да? То есть тот, кто такой все время милый, добрый и пушистый, он дома может быть вообще просто зверем и тираном. На работе начальник, например, дома он под каблуком у своей жены, а на работе он просто всех своих подчиненных теряет человеческий облик. Поэтому это никуда не может деться, это наша часть, это наше нутро, и оно по-любому пробьется, в любом случае. Я часто, кстати, люблю приводить пример, как сейчас принято, ну, в запрещенной у вас, в вашей стране, да, сети. Вот, ну и вообще вот в интернете, в интернет-пространстве очень много хейта. Под какими-то непонятными никами, без фотографий, люди прям выливают вот это все, сливают, легализовала, да, вот соцсеть или там интернет, он легализовал вот эту возможность вот как-то сбрасывать с себя эту негативную энергию. Ну, хорошо это или плохо, опять же, да, не будем давать оценок, ну, вот каждый делает как может. Но я все-таки, как психолог, за экологичное выражение, да, вот экология чувств должна быть соблюдена, чтобы границы не нарушались других людей, чтобы сам человек чувствовал себя гармонично в этом мире. Ну, опять же, про целостность вернемся, да. Для этого нужно, конечно же, чувство все-таки проживать и принимать, встраивать в себя все то, что есть у каждого человека. Не надо отрицать, если вы там какой-то нехороший человек, да, что-то вы делаете не так, то это не нужно отрицать, это лучше принять. И почему важно принять? Потому что принимая, мы осознаем, что, ну, мы не идеальны, мы тогда разрешаем себе быть таким, а раз мы осознали, значит, мы можем что-то изменить в этом случае, ну, если нас это не устраивает. Ну, да, и здесь тоже надо понимать, что до крайности нельзя доводить, да. Конечно. Я вот такой вот, я себе позволила, вот я выпустила себя, ну, допустим, там, агрессию какую-то, да, и мне вот там, ну, условно говоря, мне психолог сказал, что мне нужно ее вот так вот реализовывать, я сейчас все буду направо и налево все крушить, да. Ну, понятно, что вот как бы до абсурда можно довести любую ситуацию. Только так-то да. Я хотела сказать, что получается, если мы взяли метафору весов, да, то вот эта вот белая моя сторона и моя тень, и если человек не осознает свою теневую сторону, то она у него компенсируется бессознательно и может, как вот та самая граната, может улететь в любом направлении, непонятно, где выстрелить, да, где как бы разорваться. Конечно. Вот именно, это же неконтролируемый, да, неконтролируемый процесс. Это бомба замедленного действия. Она никуда не денется, и она в любом случае когда-нибудь рано или поздно, скорее всего, рано, она все равно покажет, проявится обязательно, да, и покажет. Причем это, я всегда сравниваю, вот мультиварка. Если мы парни спускаем у мультиварки, да, то что будет, если вот, ну, там давление, она же взорвется, это будет страшное дело. А поэтому человек, он такой же, он копит, 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 и потом вот этот эффект идет. У нас кто из ученых, вот, на базе чьего учения вот это вот все? Это, ну, вообще можно и Фрейда взять, и Юнга взять, но я больше люблю Юнга, юнгианское, да, как-то вот направление мне больше нравится, подходит, потому что Юнг говорит как раз вот про теневую и светлую сторону как-то вот, ну, наверное, более понятным языком, что ли, что вот, ну, объясняет, что это бессознательные наши части, что почему важно осознавать вообще то, что ты, как ты живешь, что ты делаешь, да, то есть быть в процессе. И гештальтерапия, например, Перлс, да, он нас учит быть в моменте здесь и сейчас. И только осознанный человек, он может, ну, как-то вот научиться жить вот с сегодняшним днем, да, вот с сегодняшним моментом. Вот, например, сейчас мы здесь, в вашей прекрасной, красивой студии. И мы, ну, вот, и, по крайней мере, я наслаждаюсь этим процессом, да, я здесь и сейчас. Но это дано не каждому человеку. И поэтому из-за этого тоже возникает. Поэтому я, вот, я смотрю эту тему на примерах Юнга, вот, про то, что у нас есть такие части, и он говорит, что их нужно осознавать, встраивать их в свою жизнь, принимать, ну, не принятие этой темной стороны. Светлую-то все принимают. Со светлой вообще вопросов нет, с ней все хорошо. А вот с темной стороной, как у меня, я, ну, как практикующий психолог, могу сказать, что люди категорически не хотят принимать свою теневую часть. Нет, прям вот, ну, какие-то там, наверное, какой-то страх быть отвергнутым этим обществом. Может быть, страх остаться в одиночестве. Часто ко мне приходят вот люди, да, говорят, а если я останусь один, а вдруг я стану не таким удобным, меня перестанут любить. Ну, то есть включается вот эта детская бессознательная часть. Взрослый же человек так не будет себя вести. А вот целостность, опять же, да, говоря про целостность, целостный-взрослый. А у взрослого всегда на все идет адекватная реакция. А когда мы говорим из детской позиции, то, соответственно, там об адекватности речи быть не может. Вот, и поэтому, ну, осознавать, встраивать, принимать все свои теневые стороны, потому что это неосознаваемый процесс, это значит, что она выйдет в любой момент. Вы не можете это контролировать. Ну, это невозможно сделать. Вот эта тень, она как формируется? Это семья, школа, социум? Как она вообще? Хороший вопрос. Ну, это вообще-то встроенная в нас, да, у нас есть две части. Так, я хотела сказать, что понятно, что встроенная, но у всех в этой тени разные, как бы... Ну, это же наши, в нашей... Разные компоненты. Да, нервной системы наши, да, восприятие мира. Это, ну, комплексное такое, как они формируются. Опять же, наше воспитание, как нас родители воспитывали. Ну, давайте вспомним, как обычно детей воспитывают. Ну, понятно, завидовать нельзя, все, в тень ушла. Конечно. А жадничать нельзя. Да. Все, жадность ушла в тень. Да, рот закрой, молчи, а то глупым будешь, там, какую-нибудь глупость... Конечно, нельзя, 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 много запретов, да, то есть, ну, там, в школе нам говорят нельзя, дома нам говорят нельзя, поэтому... То есть, получается, в белом все нельзя, в белой части, в черной части все, что нельзя. Нельзя, да. И вот то, что там у тебя, у тебя конкретного человека находится, вот в этом нельзя, как, ну, как это можно изучить, как набраться смелости, как оттуда вот это все доставать? Ой, Наталья, хороший вопрос, вот как раз-таки только прорабатывая себя, да, вот когда люди говорят, что мне не нужен психолог, и я, и так все у меня хорошо, это говорит о том, что он просто не осознает, что у него не так. Поэтому только в терапии, только в терапии, осознавая, принимая, проживая то, что, ну, не принимается, как еще, как есть такой в гештальте хороший такой закон, да, проекции, как бы никто его не отменял. Давайте начнем с этого, что вообще человеку для понимания себя всегда нужен другой человек. Зеркальце. Да, свет мой зеркальце, скажи. Ничто нас так не бесит в других людях, да, то, что мы не принимаем себе, но это очень сложно понять, потому что это неосознаваемый же процесс. Соответственно, ну, человек думает реально, что его бесит, там, раздражает кто-то другой. А тут надо обратиться к себе, а почему я такую даю реакцию, а что там такого? Ну, вот, например, могу привести пример из своей жизни. Ну, да, конечно, лучше пример. У меня муж отлично умеет отдыхать, вот, ну, он просто рыбак у меня с 40-летним стажем, у него с этим нет вообще никаких проблем. А я когда-то давно, там, лет 20 назад, я была трудоголик просто от слова, ну, вот, с большими буквами трудоголик. И, соответственно, я очень сильно раздражалась на него, как ты отдыхаешь, там, на три дня может уехать на рыбалку, а я работаю. И прямо вот у нас скандалы на эту тему были, да, в семье. Это было вообще не очень смешно на самом деле до развода. Сейчас смешно, наверное. Сейчас уже смешно, потому что 30 лет позади, и как-то уже все стало понятно, и психология помогла с этим разобраться. И когда я начала терапию проходить, когда я поняла, что это вообще не про мужа, и узнала, почему меня это так вдруг стало раздражать, потому что он мог себе это позволить, а я, глядя на него, ну, осознать не могла, что я не могу себе это позволить. Хотя я, конечно же, могла, но почему-то не было такой привычки. Вот, и, естественно, меня это очень сильно, вот, прям, выводило из равновесия. Штормило от этого. Ой, вообще, вот ему спасибо большое, потому что вот так мы и узнаем, вот как, да? Через других людей мы узнаем вот эти свои бессознательные части. А как определить, какая тень может быть у вас? Ну, вот, допустим, что в ней, в этой тени? Только поговорив с самим собой, что задавай себе вопрос, от чего ты больше всего раздражаешься, вот как она проявляется, тень? Именно вот в этом раздражении? Ну, да, вот, чем больше градус чувств, вот таких негативных, тем, значит, вы прям попали в точку. Значит, вы на верном пути, у вас идет непринятие какой-то своей части. Вот надо прям ее разбирать, почему? Почему я не принимаю, почему я так вот реагирую на это остро, больно, там, эмоционально. Идет терапия, и в этом как раз идет разбирательство этого всего. И таким образом тоже содержимое этой тени как бы вытаскивается. Встраивается, она получается, смотрите, что вообще в терапии, как это происходит. Человек обнаружил, он не осознал, он прожил по-честному эти чувства. Нужно понять, о чем они, эти чувства, ну, то есть, откуда они пришли, корни где лежат. Потом осознать это сознанием своим и изменить. Ну, вот еще, знаете, я сейчас поймала, какую мысль в себе. Вот, допустим, я говорю про, ну, условно говоря, про зависть. Вот, не знаю, первое, что пришло в голову. Ну, понятно, что не просто так пришло, да? Ну, хорошо. Наверное, вы слишком хорошо выглядите. Ну, вот, проекция пошла, да? Да, да, да. Ну, то вот, допустим, я говорю про зависть. Допустим, я в себе это чувство поймала, да? И дальше я понимаю, что я не могу, ну, то есть, условно говоря, не могу ли мне это сложно признать в себе, потому что мне будет за это стыдно, да? А почему стыдно? То есть, получается, я боюсь признать это в себе, потому что мне будет за это стыдно. Ну, как это? Разве может быть человек... Мамины уже установки, да, начались. Разве может быть человек завистливым? Зависть это плохо, завидовать это и так далее, да? То есть, получается, что вот та самая формула, что под страхом сидит стыд, и вот страх с ним встретиться, вот с этим стыдом, да, и обнаружить в себе что-то, вот это в любом случае надо преодолевать. Так человек убегает от этого же, он категорически этого не хочет, с этим соприкасаться, потому что это слишком, ну, больно, неприятно. А мы не будем болеть душой? Ну, конечно, человек все сделает для того, чтобы заблокировать. У нас же, мы не будем забывать про наши бессознательные защитные механизмы психики, которые тщательно блокируют какие-то моменты, все хорошо. Была не так давно встреча с таким уже сильно пожилым человеком, мудрым, и вот на эту тему про душу разговор зашел, и он мне сказал, ну, ты вот лицо свое умываешь каждый день? Я говорю, ну, да, в общем-то, минимум два раза в день, он говорит, а сколько времени ты уделяешь на очистку своей души? Она очищается только болью. Ну, вот, не болью, там, вот, болью с большой буквы, да, то есть состраданием, болью, сопереживанием, сочувствованием, прочувствованием, то есть такими вещами, которые, в принципе, переживаем, мы переживаем достаточно болезненно, но без этого никуда. И когда человек находится вот в этом, мне кажется, в ловушке позитивного мышления, когда он себя вот такими розовыми влажками или там голубенькими огораживает, что я вот этого не вижу, вот это не про меня, вот это все, давайте сменим тему, она слишком болезненная, да, а давайте поговорим о другом. Избегание. Да, вот это вот, ну, как бы, не ведет никуда этот путь? Конечно, это же избегание, это же блокировка. Это, опять же, накопительная система потом проявится. То есть будет потом лавина или как там, электростанция, гидроэлектростанция. Прорвет, да, 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 потом будет очень плохо. Ну, это может выйти в разных проявлениях. Возвращаясь к термину архетип, вот мы про тень поговорили, да, и поскольку архетипы это межполовое, как бы, да, понятие, а мы с вами женщины, мы отнесем, ну, вот, как бы, немножко, да, да, к женским архетип, вот сначала, наверное, нужно все-таки определение какое-то, да, вот что такое архетип, а потом уже перейдем. Ну, что, это те части, которые есть в человеке, да, архетипы у нас разные вообще есть, их на самом деле 12 даже, у всех разные теории, но вот я взяла Юнга, и у него 4 типа архетипа женщины. А что такое типа? Это, как бы, собирательный образ? Ну, это какой-то вот конкретный тип, да, которому есть какое-то обозначение. Вот, например, у Юнга что происходит? Он говорит, что есть у нас принцесса, такой архетип женщины, и мы сразу представляем, да, что это такое, то есть у каждого свое представление о принцессе. Ну, какая она? Развание же метафоричное достаточно. Конечно, конечно, вот это и есть архетип. То есть это, получается, юнговская типология вообще людей, и она подразумевает, что, например, женщины, все женщины условно делятся на 4 типа, и у каждой из этой группы, вот, если пользоваться тем, о чем мы раньше говорили, у каждого этого типа есть светлая и темная сторона. То есть есть архетип, есть слово типизация, есть архе, то есть то, что нас к какому-то коллективному бессознательному отправляет, да, к накопленному уже человеческому опыту. Ага, все, разобралась. Да, да, совершенно верно. Так вот, Юнг как раз говорит, что есть вот 4 архетипа, он не стал заморачиваться, видимо, 4 достаточно. Так вот, первый архетип – это принцесса. Ну, что приходит на ум, когда мы слышим это слово? Вот какая ассоциация первая, да? Ну, какая-то такая вот девочка, легкомысленная такая, послушная, да, принцесска где-то капризная какая-то. Девочка в детском саде. Да. Ну, вопрос, кем хочешь стать? Принцессой? Да, да, да. Родители. Ах ты моя принцесса. Да, она такая послушненькая, да, у нее такое прям вот, она девочка-девочка, такая, лишнего шага не сделать, слова не скажешь. Ну, такая папина, мамина дочь, да, скорее всего папина, потому что принцесска. Итак, ведь мы говорим сейчас про архетипы, поэтому мы сразу в теневую сторону заглянем. То есть принцесса – это светлая сторона, раз мы говорим, а темная сторона – дряная девчонка. И это полная противоположность вот этой послушной папиной дочке, это бунтарка. Капризы. Капризная, вот свое достигающее, добивающее любым путем. Как раз хороший образ вот этой теневой принцессы в 12 месяцев сказка. Да, да, да. Да, когда там хочу и все, и ногами топает, никого не слушаю. Да, да, и вот так, чтобы было понятно, да, сказки – это вообще наше все. Господи, я обожаю сказки, чем старше я становлюсь, тем лучше я их понимаю. Вот реально, в детстве, наверное, так и детям, когда читала, я не вкладывала. Слои, да, сразу вот эта глубина прям просматривается. Такой вот смысл я не вкладывала. Сейчас я прям зачитываю сказками, потому что там такая глубокая мудрость лежит. Вот про эти архетипы как раз. Вот, и смотрите, что происходит. Мы разбираемся, в каком сейчас проявлении находится ваш этот архетип. Вот опять же, говоря о том, что в нас, естественно, есть все четыре, они все-таки есть в нас. То есть во мне есть и принцессы, и все три остальных типа, которые вы еще пока не назвали. Да, да. И причем надо посмотреть, да, в каком проявлении принцесса. Либо она дрянная девчонка, либо она принцесска, да. Какая она там, послушная девочка или все-таки бунтарка. Вот. И мы начинаем корректировать. Если, например, она в бунтарка, ну, бывает же прям, ну, как-то это мешает самому человеку. Он все время борется с кем-то, сопротивляется. Ну, как доминантин такой, да? Да, да, и ему некомфортно, например, в этом. И наша задача как-то вот в баланс привести. То есть научить вот эту теневую сторону стать нашим другом, а не быть нашим противником. Потому что когда мы не контролируем этот процесс, мы же говорим про бессознательное, то, соответственно, он начинает играть против нас. Ослабляет нас. Конечно. А когда мы его осознаем, то мы можем это качество, например, вот, ну, бунтарка, это же хорошо в каком-то проявлении. Это здорово, это же она такая целеустремленная. Возможность показать себя тоже. Конечно, проявить себя, да, или принцесска будет сидеть и ничего не будет делать. Как бы вот в некоторых случаях это вот не очень хорошее, хоть и светлая сторона. Принцесса на горошине, кстати. Конечно. Вот она лежит. Вот это как раз белая сторона. Да, вроде все хорошо, да, ну и что, вот как, и куда с этой белой стороной? Она как бы не особо нам помогает. Поэтому тут не может быть что-то хорошо или плохо, посмотрев, в какой ситуации. И вот наша задача научить человека как-то осознавать это и научиться это корректировать так, чтобы это помогало жить. Не мешало. Лучше помогало. Конечно. Второй архетип, это наша, наверное, женщины такое любят все, это жрица и муза. О-о-о, да, это вот прям вот эта вот красота. А муза кто? Вот вот сразу ассоциация какая? Конечно. Которая вдохновляет, которая поддерживает, которая наполняет, делится вот этой вот энергией. Она такая вот вся такая, прям вот все хотят к этой женщине, к многам ее и цветы, и золото, и бриллианты. Вот, ну, потому что она дает слишком много, да, вот, ну, как бы и хочется ей прям вот ее поощрять. Естественно, каждый из нас хочет быть такой. Но при этом есть у нас и жрица. Жрица это та, которая, ну, вамп ее еще называют, да. Или ведьма, наверное. Нет, 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 не ведьма, нет. Это вот именно вот с такой вот, там, с подоплекой, да, такой. Она, ну, вамп пусть будет. А, женщина вамп, это та самая роковая женщина, понятно, которая разбивает мужские сердца. Вот с одной стороны вдохновительница, да, которая может вдохновить мужчину, и он там луну ей с неба снимет, вот, если только попробуй, скажи, да, и он полетит там, в лепешку расшибется, все сделает для этой. А может такой же силы растоптать. И да, вот ее другая сторона, вот эта вот темная часть, она может перешагнуть, она может, ну, уничтожить. И вот такая женщина чаще, ну, остается там в одиночестве, например, да, если мы говорим про музу, она наполненная, она дающая и берущая, то другая сторона, а что со мной происходит, да, почему со мной, я не могу, я как-то, и... То есть, когда вот эта теневая сторона архетипичная захватывает, получается, как будто, да, вот про захватывает. Вот тут надо, ну, скажем так, доминирующая. Плохая мама, это которая вообще не дает жизни. Вот я лучше знаю, и это не обсуждается. Ну, это очень... И в итоге захватывают детей. Да, да, и потом эти дети, конечно, становятся неприспособлены к жизни, они не умеют вообще свою жизнь никак настраивать, потому что, ну, мама рулила всем процессом. Ну, и в итоге их копиями становятся чаще всего. Да, да. А хорошая мама, которая умеет действительно быть заботливой, и вот эту вот, ну, куда вот деть плохую... Заботливой и по-настоящему любящей, что хочется вот отметить. Ну, да. Прям вот по-настоящему любящей. Ну, как бы безвозмездно, да, просто вот дающая, которая, ну, мать, природа, которой матери, да, дать, поддержать, там, взрастить, вскормить и так далее. А та уже, получается, перекрывает кислород ужасная мать. Поэтому вот эти четыре архетипа в каждой из нас есть, они так или иначе включаются в процессе нашей жизни, и очень важно бы их научиться отслеживать, и очень важно их научиться осознавать. И в нужное время уметь их переключить на ту сторону, которая нам вот в данный момент нужна. Потому что... Иначе они будут руководить тобой, а не ты собой, собственно говоря. Иначе наша жизнь превратится в ад. Потому что, ну, вот эти вот, когда бессознательно начинают нами руководить, ну, получается, что мы как будто бы перекладываем ответственность на что-то, да, вот от нас независящее. Когда мы вообще живем неосознанно, то мы не можем контролировать свою жизнь, мы не можем нести ответственность за то, что в ней происходит. А когда мы начинаем это осознавать, то мы, естественно, можем что-то изменить и можем исправить. Это в лучшую сторону, чтобы наша жизнь была гармоничная, спокойная и счастливая. Ну, давайте прямо здесь небольшой эксперимент проведем. Допустим, я человек, пришла к вам, я хочу понять, что у меня там с архетипами, кто там в радикале, кто там в отстающих, какие тени у меня работают, а какие не работают. Вот с чего мне нужно начать, если, допустим, я не к психологу пришла, а у меня есть, допустим, какая-то, вот как у вас, я смотрю, колода карт есть, например, или просто какие-то тесты. Вот мне с чего начать? Если, ну, понятно, что не все сразу, к сожалению, побегут к психологу, вот с чего я могу начать? Я поняла, я вас услышала, что это важно, и что мне делать? Ну, вот, да, как один из вариантов, вот такая есть колода карт, и их очень много в интернете. И в электронном виде, и в разном. Можно определить для себя, например, взять, вытащить карту, и... Да, Наталья, давайте мы это прям проэкспериментируем, да? Да, у нас эксперименты. Да, прекрасно, обожаю эксперименты. Ну, давайте тогда вот бессознательно вытаскивайте, не глядя. Ну, конечно, не глядя. Ну, конечно. Неинтересно. А зачем смотреть-то? Так, и вот посмотрите на эту карту, да, для себя, и скажите, вот вы сейчас узнали про четыре архетипа, с каким у вас ассоциируется? Вот в картах нет правильного или неправильного ответа, да. С каким архетипом ассоциируется? Принцесса, которую, как это сказать, которая стала беременной, не вполне осознанно. Ну, интересно. Ну, вот так как-то вот такое я вижу. Она потому что грустная такая, печальная, с животиком, но радости, похоже, что-то нет у нее. Ну, получается, что это архетип принцессы, это такой послушной девочки, да, в которой в жизни происходит что-то... Помимо ее воли, собственно говоря. Да, да. Вот мы и узнали, да, что вот как-то на сегодняшний день вот такой вот архетип более актуальный. А если взять, например, в положительном, ну, в другом, вот, вот, дрянная девчонка, ну, если две части посмотреть, то вот как вы думаете, что бы вам можно было добавить? Сюда? Да. Вот прям в эту карту? Ну, конечно. Ну, мы же говорим про две стороны. Ну, да. Сейчас вы одну увидели. Нет, беременность я бы оставила. Вот этот беременный животик я бы оставила. Так, и что это? Я бы голову подняла, то есть, вот, чтобы было понятно, вот такая у нас картинка. Красивая. Видно ее, наверное, да? И я бы подняла голову, раскрыла глаза, руки бы в какое-то более такое энергичное состояние ввела, распахнула взгляд, улыбка бы должна появиться. То есть, на самом деле, беременность это такая штука для меня, по крайней мере, очень желанная, там, я не знаю, радостная, про прекрасное будущее, про то, что я знаю, зачем мне, почему это. И какие-то корни, кстати, под ногами, об которые можно споткнуться, да, тоже такая информативная штука. Ну, и, наверное, какого-нибудь животного бы тут, на котором можно куда-то скакать. Ну, все-таки тут нет животного на картинке. Ну, хорошо, без животного, значит, я бы сама... Как-то вот поднять голову, да, и как-то вот посмотреть вообще, что происходит. Поднять голову однозначно. Это вот про другой архетип, да, вот этой дряной девчонки, которая, в принципе, такая бунтарка. Глаз бы, наверное, собрала, юбку бы подобрала, чтобы кроссовки одела, чтобы дальше идти, куда-то куда шла. Ну, вот здесь эта беременность про меня, она про беременность какой-то идеи, мысли, делом каким-то, которым я беременна. Классно, классно. Здорово. Вот, допустим, вот с помощью этой карты я обнаружила в себе архетип принцессы. Он сейчас, видимо, какой-то более доминирующий. Так, хорошо. И причем он вот в принцессе, да, нежели вот в дряной девчонке. В принцессе. Ну, в какой-то такой выжидательной позиции. И для того, чтобы... То есть я вот эту вот метафорическую карту трансформировать должна в свою жизнь сейчас. Ну да, и вот подумай, да, где я, в какой сфере своей жизни так себя веду. И как мне это помогает, или наоборот, мне сейчас это вот как-то вот против моей воли что-то зачалось, да, например. А если у человека нет метафорической карты, как с собой самим поработать? Ну, никак. Все-таки, я думаю, это лучше обращаться к специалисту, потому что можно забуриться очень глубоко и не понять вообще, что. Потому что, ну, какие-то, да, определенные техники есть, есть вопросы, которые задает, да, терапевт. Я почему спрашиваю? Потому что как раз в интернете, вот в этом самом простом поиске по женским архетипам, как раз и предлагаются вопросы, которые человек может себе задать. И ответив на них, вы как бы поймете свой архетип. Ну, понять можно. А дальше что с этим делать? А дальше уже разбираться, как этот архетип проявляется в моей жизни, какую он несет роль, да, положительную или отрицательную, как он вообще мне помогает или мешает. И, соответственно, ну, если мешает, то корректировать, брать ответственность на себя. Если помогает, ну, можно еще больше прокачивать, ведь нет же предела совершенства. Я даже предполагаю, что есть люди, которые скажут, да, мне, в общем-то, и без архетипов, без знания ваших архетипов неплохо жилось. Но это как будто бы про то, что, ну, можно знать и, как это, крестиком расписываться, да, вместо того, чтобы алфавит знать. Это все про расширение ресурса, энергии своей, да, про знание о себе, любимом, да, почему, чем это можно. Про развитие личности. Мы же говорим о развивающейся личности. Если неинтересно, мы, ну, с такими людьми и не работаем. Зачем? Они же там и не приходят. Они и не придут, да. Мы работаем с тем, кто любит развиваться, кто любит интересоваться и, ну, как, улучшать свою жизнь. И понимать, да, что я могу еще сделать такого, чтобы моя жизнь стала более прекрасной. Потому что, ну, бывают же кризисы возраста, например, да, вот в каких-то кризисах возраста. Кстати, вот очень хорошо про архетипы работать, когда кризис возраста. Очень классно. Там мощный ресурс лежит. Находишь, находишь вот прям хороший такой поддерживающий материал в работе, именно в архетипах. И человек как-то вот вдохновляется. Ну, вот почему любят, например, карты Таро, да, какую-то нумерологию, астрологию. Там дают какое-то решение. То есть здесь не решение, здесь такая тоже поддержка, но она более проработанная. Она идет, ну, не просто сказали, и ты повторил. А здесь именно ты проработал. Ты проговорил и осознал. Знаете, мне что это напоминает? Вот про вот эту проработку и про то, что мы берем, допустим, из карт Таро. Это вот как сказка про волшебника изумрудного города. Когда они шли вот в этот изумрудный город, вот эта замечательная компания. Лев там за смелостью, травосек за сердцем, там, как его звали-то, вот этого сеного человечка за мозгами и так далее, да? Ведь у них у всех все это было, как выясняется, это по ходу того, как они идут. И вот точно так же получается, что метафорические карты, карты Таро, неважно, любые метафорические карты, вытаскивают из человека то, что у него уже есть. Но в силу определенных причин он в себе это обнаруживать не может. Ограничений. Ограничений, да. А с помощью вот этих вот, как бы, арт-терапевтических приемов он это обнаружит. И самое главное, найдя это в себе, мы это можем принять в себе, правильно? Это мало того, что это принять, это осознать и встроить. И вот здесь, да, тоже, я не помню, кто это сказал, но это не мои слова. Чтобы лучше познать себя и свои жизненные роли, там, вот эти, да, допустим, архетипичные, чтобы научиться быть собой и руководить своей жизнью, вот это вот все должно происходить. Есть только два варианта, или ты руководишь, или тобой. Да. Если уж сравнивать себя, то лучше со своей, как это говорят, с лучшей версией себя, да? Опять же, да, лучшая версия себя, как можно это понять, что лучше или худше, да? Ну, внутри. Лучше это, когда тебе комфортно, когда ты в гармонии с собой. Когда тебе внутри вот с такой собой комфортно. То есть, да, то есть получается, что цель вот этих, работы с этими архетипами, достижение внутреннего баланса, насколько я понимаю, вот чтобы вот эти лисы успокоились хотя бы ненадолго, да, или хотя бы как-то вот из такого пришли вот как-то хотя бы вот такое состояние. Конечно. И это возможно, да? Да, это вот как раз встраивать все части для того, чтобы становиться целостным, да. Вот для этого и обнаруживаем эти архетипы, осознаем, встраиваем их и пользуемся ими легализованно. Как можно гармонизировать эти состояния? Ну, допустим, у меня в слабом сегменте находится королева. Как я могу ее гармонизировать с помощью своих каких-то действий, да? И там сходить в спа-салон, ну, то есть что-то себе позволить такое, что может себе позволить королева, вот в переносном и прямом смысле. Королева что может позволить? Она может себе позволить подданных, она может себе позволить потратить деньги на что-то, да, для себя. И вот как бы вот такие вещи вроде бы, да, там кто у нас еще в слабой позиции, если тебе надо королеву потянуть, сказали, еще, если нам муза, что можно сделать, чтобы муза вот в тебе подтянулась, какие действия применить к себе? Ну, это все индивидуально на самом деле, да. Я думаю, что это каждый человек, вот, ну, осознавая, найдет решение этого. Вообще-то, да. Через осознанность именно, потому что тогда ты больше понимаешь свои потребности. Да, что подошло Маше, не подойдет Наташа. Совершенно, точно, Наталья. Я обожаю ваш фольклор, да, это правда, ну, нет одного рецепта. Это очень хотят, когда идут к психологу, скажите, что делать, дайте рецепт. Ну, психологи не гадают, психологи не дают рецептов, они работают с каждым человеком индивидуально, потому что каждая это личность, и внутри каждого человека лежит то, что именно вытаскивая, будет помогать конкретно ему. Я сегодня в результате нашей беседы для себя уяснила несколько очень важных вещей, про тень, которая когда-нибудь, если ей не заниматься, прорвет какую-то плотину, и это может произойти в самом неприятном и непредвиденном, неподготовленном месте. Про то, что мы целостны, и все четыре архетипа есть во мне, то есть во мне есть и муза, и королева, и принцесса, и хозяйка, да, если я правильно назвала ее. Мать, мать. Но мать даже никаких сомнений в этом нет. Ну, вот, ведущий, да, архетип на сегодня? Ну, возможно, да, возможно, да. И думаю, что да. И приятно то, что вот эти архетипы могут меняться местами, да. И я думаю, что чем больше женщина владеет знаниями о себе, тем больше она может управлять этими архетипами. С одним человеком я королева, с другим человеком я принцесса, с третьим муза, с четвертым амазонка, с пятым дрянная девчонка и так далее. То есть, когда мы осваиваем, да, не только светлые, я так это, по привычке уже, да, свои только светлые назвала. Вот так это работает, дорогие друзья. Вот так это работает. Мы говорим о цене, а озвучивают только светлые. Ну вот, вот такая жизнь. Это непросто, это непросто признавать себе. Дряную девчонку, которая может покурить, я не знаю, там, погонять на машине ночью, на мотоцикл сесть и так далее. Ну, какие-то такие вещи. Сделать какой-то вот такой не очень. Которая-то себе всегда запрещала, да, а хочется. Запрещала, а хочется. Вроде бы потребность, да, опять же, это про потребности. Почему и разные архетипы проявляются в разное время по-разному. Потому что от наших потребностей. Вот у нас есть потребность плохо себя вести. И если мы ведем себя плохо, то хотя бы не ругать за это, а сказать, ну вот. У Татьяны Мужицкой есть чудесная книга, которая так и называется. Тебе все нельзя или мне все нельзя. Да, да, да. Мы такие взрослые, ну, в рамках закона, конечно, да? Ну, конечно, естественно. Без крайности. Мы уже такие взрослые, да, взрослые, что можем уже как бы подвергнуть ревизии того, что мы себе запрещаем. А что там такого? А что там в том, что плохого в том, что я попробую покататься на мотоцикле? Что плохого? Что случится? Например, да, любое какое-то сумасшедшее желание или мечта какая-то, которая сидит в голове, почему бы ее не реализовать? И она будет иметь прямое отношение к одному из архетипов, к одной стороне из этих архетипов. И будет для нас такой информативной штукой про то, что мы про себя вот это вот немножко больше узнали. Мы узнали про свои потребности на сегодняшний момент, на здесь и сейчас. Благодаря архетипам, если вот подводить такой итог, да, то мы узнаем, осознаем свои истинные потребности, которые мы либо удовлетворяем, либо прячем от себя. Не удовлетворяем состояние. Да, и если мы не удовлетворяем, то мы становимся злыми и негативными, потому что потребность была, а мы ее не осуществили в силу каких-то своих там ограничений. А мы знаем с вами, что потребности — это нешуточная вещь, которая всегда будет требовать своего удовлетворения ее. Ну, потому что потребность — это то, что открывает перед нами кучу возможностей. И если мы не даем этим потребностям как-то развиваться, значит, мы не удовлетворяем, не берем никаких возможностей, которые нам даются. И от этого человек становится не очень гармоничным опять же, совсем не гармоничным. Он опять уходит в дисбаланс. А мы говорим о том, чтобы быть в балансе, все-таки быть гармоничным. И для этого, дорогие женщины и мужчины, да, нужно удовлетворять свои потребности. И находить, ну, миллион возможностей для того, чтобы это сделать, ну, более экологично и адекватно. Взрослому человеку только доступна адекватная реакция. Только взрослому целостному человеку адекватно применять все эти части в себе. Наталья, спасибо вам огромное за беседу и за то, что вы нашли возможность, несмотря на ваш жесткий график, прийти к нам. Очень интересная беседа. Для меня она была, на самом деле, очень энергонаполняющая. Вот для меня вот то, что вы сейчас рассказали про архетипы, оно, знаете, прям окрыляет. Я вот уже готова к тому, чтобы встречаться со своими теневыми сторонами, уже не так бояться, не так убегать в норку и как-то вот так проявлять себя в этой части. И спасибо вам еще раз большое. Зрителям я могу сказать, не хочется говорить, будьте в балансе. Это как-то немножко искусственно звучит. Но то, что там есть к чему стремиться, и нам всем, каждому из нас, будет от этого хорошо. Сначала плохо, больно, а потом хорошо. Это, наверное, так. Трансформация, она такая, да. Переход с одного состояния в другой, но иногда не очень приятный. Но тем не менее. Но главное потом, как уреки. Это все про взрослости. Главное, да, там будут призы. Там бонус будет мощный. Там можно будет делать все, что ты хочешь. И брать все, что ты хочешь от этой жизни. Ну, в рамках закона, как мы сказали. Да, в рамках закона. Все в рамках закона. Спасибо большое. На сегодня это все. Берегите себя. С вами была программа «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего.